Здравствуйте, уважаемые! Во многих кухнях мира встречаются блюда, напоминающие маленькие вареные пирожки с мясом, итальянские равиоли, китайские авантоны и азиатские хинкали. Особую славу служила, конечно, русская интерпретация, это пельмешки. Небольшие из пресного теста, невзрачные на вид пельмени, готовятся исключительно с мясной начинкой. Традиционно используется смесь свиного и говяжьего фарша, но и с бараниной они тоже вкусные. Приготовление пельменев тимает, конечно, много времени, но не представляет из себя ничего сложного. Итак, поговорим сегодня о банальном, как делать пельмени. В общем, многие думают, что в пельмене главная начинка, но без хорошего теста даже самая вкусная начинка превращается в ничто. В пельмене не должно быть ни трещинки, ни дырочки, чтобы внутри сохранился ценный мясной бульон. Итак, правильное тесто. Продимчиваем наглядно, каким должно быть тесто. Итак, вам понадобится 2,5 стакана муки, 0,7 стакана холодной воды, пол чайной ложки соли и одно яйцо. На этих четырех ингредиентах держится практически все блюдо. Для начала просеете муку и сделайте в ней углубление. Взбейте воду с яйцом и солью. Влейте в углубление и тщательно перемешайте. Помните, что тесто для пельменей готовится исключительно на холодной воде. В противном случае оно получается слишком тугим и плохо раскатывается. Вмешивать тесто нужно руками, пока оно не станет однородным и эластичным. Проверьте готовность, нажав пальцем сверху. Тесто должно подняться обратно. Сочный фарш. Мясо для пельменей лучше самостоятельно прокрутить в мясорубке. В фарш часто добавляют лук, но будет правильнее мелко его порезать, а не прокручивать вместе с мясом. Поскольку слишком много лукового сока нам не нужно. При этом фарш должен быть достаточно сочным. Можно даже сказать немного жидким. Добавьте в него бульон или, например, молоко. И, конечно же, не забывайте посолить. Итак, качественная раскатка. Если у вас получилось правильное тесто, раскатка не доставит проблем. Старайтесь использовать как можно меньше муки. Это отражается потом на нежности блюда и на том, сможете ли вы залепить пельмень. Точина пласта не должна быть меньше 2 мм, а сам пласт желательно делать небольшим. Тесто быстро сохраняет, поэтому сохнет, поэтому раскрывайте его по мере лепки пельменей. Итак, непосредственно сама лепка. Чтобы влепить очаровательные ушки с мясной начинкой, добейтесь идеальных кружков из теста. Для этой цели подойдет, например, рюмка. Выдавливайте кружочки спиралью от края. Так вы максимально используете пласт из теста. На каждый кружочек приходится примерно по одной чайной ложке фарша. Не должно оставаться места для того, чтобы скрутить края. Вы выкладывайте мясо на ту часть, которая лежала на столе. Самую, как говорится, липкую. И, грубо говоря, последнее. Не растягивайте кружок в центре, чтобы тесто не прохудилось. А фарш не выпал во время варки. Собственно говоря, вот вы и узнали, как лепить пельмени, кто не знал. А стоит только заморозить их и сварить. Помните, что использование обрезков тестом тоже возможно. Но пельмени получаются более грубыми. Их будет сложнее слепить. В таких случаях можно смочить края кружочков желтком или водой. Варите пельмени в кипятке на среднем огне приблизительно минут 10. Не забывайте аккуратно помешивать. При варке добавьте лавровые листья или душистый перец. А блюдо подавайте с такими соусами, которые придутся вам по душе. Теперь вы знаете, как готовить пельмени от начала и до конца. Поэтому мне осталось вам пожелать только приятного аппетита. На этом у меня все. Детальная информация о нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите еще больше интересного, а главное полезного видео на нашем YouTube канале. Всего наилучшего. Услышимся.